Что у нас получается? Настало 7.3.5, сегодня 17 января, напоминаю вам. В общем, в эфире вскрытие пятерых героических сундучков с Анторуса, далее один мифический дополнительно на Анторус на ДК, один мифический ГС на Варе и вскрытие легендарного предмета на Прот-Паладине. Поехали, потихоньку сейчас буду все это дело вскрывать и смотреть, что вообще мне будет падать. Сколько кристаллов хаоса я пролутаю при этом. Первый есть. Хорошо, лут на Страже, верно, стоит. Поехали, 120 сущностей. Идеально, что это за сапоги? Сапоги ненужные, скорее всего. Да, потому что у меня сетовые Сурамарские, окей. Протефакт сейчас надо будет прокачать. 74-й уже, не выходя из оплота. Классно качать так артефакт свои. Еще так чуточку и 75-й будет к лету. В цене намного раньше на самом деле. Ну и все. Надо будет на друиде ключик закрыть. И можно будет еще неделю на него не заходить чупафиксом вообще. Разъяренный, некротический, тиранический. Придется выбирать на твинках такие инсты, таких боссов. Где мне не придется кайтить их долгое время с целью сброса некротика. Хотя у паладина есть магический боб. У вара есть прыжки. У ДК есть АМС. Друидам так надо будет что-то придумать, да и все. Артефакты выше 75-го уровня имеют тот смысл, если ты играешь только в одной специализации. То есть если по требованию рейдовой группы, статика или своему темпу игры ты вынужден играть в других специализациях, то основную для начала прокачать до 75-го, а потом берись за вторичной специализацией. Так, что-то. Защита. Что это? Запястье. Хорошо. А сундучка? Кираса. Я понял, спасибо. Да, надо будет к почте подойти, забрать легендарный предметик. Хорошо. А то, что я как выслал этот легендарный предмет, так даже из-за паладина не заходил. Надо было забрать его заранее, то есть все не знают, как его долларан будут грузиться по времени. Но неужто они починили все это дело, и он начал как-то чуточку быстрее прогружаться, или мне просто кажется? Хм, а мне кажется, все-таки да. Хорошо. 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 Ну, вообще, все модификации, они ставятся с такого сайта, как курс клиентов. Ну, вообще, его переименовали же относительно недавно. Или нет? Просто скачиваешь себе приложение с этого сайта, и с помощью этого приложения ты спокойно все скачиваешь. На YouTube-канале у меня, по-моему, есть видосик, который называется «Как устанавливать модификации в этой игре». Так что, если тебе так интересно, то найди этот видосик и изучи его. Ну, че, поехали. Что мне вообще может упасть из легендарных предметов на прота? Шапка, придаст, плечо, запястье, агромары, классовое кольцо. Ну и все. Поехали. Легендарный предмет. Поступ агромара. Ну, хоть бегать буду нормально, какие-то там рейдики и прочее фармить. Вот когда собирал темную скорбь, у меня не было поступа агромара. Я собрал темную скорбь, у меня появилась поступа агромара. Понимаете? А легендарки сейчас будут стоить тысячу сущностей. То есть, если ты покупаешь легендарку за персонажа, по-моему, на котором у тебя уже в текущий момент есть все легендарки, то ты получаешь легендарный токен для любого класса. И вот подобно вот этому паладинскому ты пересылаешь, вскрываешь и получаешь легендарочку. Ну и также лут тем персонажам, у которых уже есть все легендарки, также идет в виде большого количества легендарок на другие классы из Пекин. Уже удачнее, чем у Олежки. С чего бы это вдруг? Так, что тут по сундукам? Два героических, а один мифический с ГС. Окей, поехали. Раз, два, три. Что это? Ага, 945-й тринкет с Килджиденом. Я, наверное, не знаю, даже у меня вот такой есть, 910-й, который я периодически использовал. Хм. Ну, что по факту искусственность так прибавляет и сокет. Ну, кстати, это ради сокета. Вариант еще можно. Какие перчатки? Нет, серьезно, что ли? Ух, надо подумать. Так, этот 10-й тринкет я продам, 70-й перчатки я так и быть оставлю, а 45-й плащик я точно продам. Потому что там сеты и прочее всякое. Ну что, поехали. А вот на защиту. Что это? Это 65-й пояс, который я не особо-то хочу одевать, но на самом деле придется. Квартал Тетинст хороший. Сейчас надо будет затрансмагрифицировать. Сразу это забуду потом и буду эстетическое недовольтворение ощущать. Ну и в комплект сохраню. Брейдовый. Да толком не с этого пояса. На нем крита много. Крит не особо полезен протвару. Нет, легендарка, которая упала на паладина, это... Не за тысячу сущностей. Она упала в вару дней так 5 назад. Ну, потому что у меня просто есть все легендарки на нем. А у персонажей, у которых есть все легендарки, они лутают легендарки для других классов. По-моему, это уже озвучил минут 5 назад. Знаете, что я хочу? Я хочу релик. Я много чего хочу на самом деле. Только я ничего не получу. Угу. Чувствую я так. Ладно, для начала сундучки обычные вскроем. Эпохальный Санторуса. Угу. 975-я тьма. Для Фрастайта бис. Для Блада... Не особо. 1% хп. Сейчас надо от Тигеля отталкиваться. Героический дает нам пояс, который я продал на варе, и который у меня в текущий момент экипирован. Окей. А еженедельный сундук что нам дает? Ноги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зачем они вообще нужны? Так. 1224 крита. О! Я тогда вот так вот сделаю, и эти ножки пущу в сет для... Этого самого... Для мокспида. 20-й собор. Ну, окей. Так, сейчас настрою сет. Мокспид. Вот так вот делаем. Что там? Сколько мокспида? 155. Окей. Сохранить. Что за героические и мифические сундучки с Санторуса? Смотри, раз в две недели соратники тебе приносят квест как на гробницу Саргераса до сих пор, так и на Анторус. Выполняя этот квест, ты получаешь сундук той сложности, в которой ты проводишь основное свое время рейдинга. То есть, убив 13 героических боссов или 14 в Анторусе, ты получаешь героические сундучки раз в две недели с заданий соратников. Ну, а также с гробницы Саргераса. Убив 13 или 14 раз различных эпохальных боссов в соответствующих рейдах, ты также будешь лутать уже эпохальные сундучки. Ну, и за 100% вероятности выполнения квеста идет сундучок, а еще 100% сверху это монетка для дополнительной добычи. Да, кстати, это релик с Аргусом, действительно. Чекаем, что он делает на Блада. Угу, кровь вампира, мастер теней. Да, конечно, я в Блада вставлю, но я в Бладе большую часть времени провожу, а Фрост, да, на нем 940-й, но мой рейдинг во Фросте, это все равно, что долбиться в стену. Кстати, внимательно смотрите сейчас за уровнем артефакта. Внимательно. Смотрите. А теоретически это единственный полезный релик на Блада. А, ну кровь еще. Железо там вообще дерьмо. Просто 1000, понимаете? То есть, первый релик мне прокнул с героического сундука Анторуса, второй релик мне прокнул с эпохального сундука Анторуса, и третий релик мне отдали с обычного лута. Вот и все. Ну, кайфовенько. Я доволен, если честно. Ладно. Пора теперь на ютуб заливать это недельное вскрытие. Пора теперь на ютуб заливать это недельное вскрытие.